Заведующая одного из московских детских садов. Несколько лет назад она сдала свою квартиру семье с ребенком. По ее словам, выглядели они вполне прилично. Каково же было удивление Ирины, когда ей позвонили из местного УВД и пригрозили выслать ОМОН. Меня разыскивала милиция. Причем разыскивала... Мне дали два часа, чтобы я явилась в отделение милиции и дала объяснение, кто у меня проживает по этому адресу. В УВД Ирине неожиданно сообщили, что квартирантов у нее не трое, а в несколько раз больше. Как выяснилось, ушлые жильцы неплохо зарабатывали на ее собственности и занимались фиктивной регистрацией иногородных. Оказалось, что адрес мой перепродается, пересдается. Теперь Ирина постоянно следит через ЖЭК и паспортный стол за тем, сколько человек зарегистрировано по ее адресу. Когда вас предупреждают, что через два часа к вам выйдет на ваш адрес наряд милиции, ОМОН, в общем, я ехала, конечно, в напряжении, но и вот выяснилось, все там уже на месте, как обстоят дела. Я давала письменное объяснение о том, что я не знаю этих людей. Это оказывались и сатанисты, и скинхеды, и уголовники. Ну, в общем, понервничать мне пришлось, в общем, серьезно. И это при том, что квартиру Ирина сдавала вполне официально, заключила договор и никак не ждала подвоха. Ведь по закону только собственник жилья может регистрировать новых жильцов. Собственник имеет право зарегистрировать даже постоянно или временно тех людей, которым сдает данную квартиру по договору. Но эти люди не имеют права регистрировать на этой площади. Это говорит о том, что уже существовали поддельные ложные схемы, по которым это все происходило, противозаконные.